Здравствуйте, я Наталья Некрасова, автор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинке с нуля. Сейчас я вам хочу показать, как можно закрепить резиновые нитки, которыми мы укрепляли вязаное полотно. В прошлом видео я вам показывала, как можно интересно в процессе вязания укрепить вязаную резинку, чтобы она держала форму. Видите, здесь форму не держит совершенно, здесь резиночка у нас очень плотненькая и тугая. Но остаются вот такие вот хвосты, очень неэстетичные, которые нам все равно придется закреплять и прятать. Если у вас хвостики достаточно частые, вы можете их связать между собой. Я с одной стороны связываю между собой, потому что если эти хвостики у нас вытянутся, потеряет смысл вся вот эта вот работа, которую мы проводили по укреплению резинки. Завязали между собой. Если у вас хвостики эти редкие, то есть не каждый ряд делали укрепления нити, берем и шов, закрепляем нитку обычным узелочком. Завязали. Можно парочку раз для того, чтобы укрепить закрепку. Вот эта вот закрепка у нас уйдет в шов. И теперь задача залить либо клеем, либо лаком. Совсем чуть-чуть, чтобы лишить возможности наши резинки вытягиваться. Я беру совсем немного клей-момент, зубочистка. И заклеиваю нитку. С одной стороны. Много не надо, потому что если вы намажете клеем, клей может быть грубым, может мешать вам. Если вы только приклеите узелок чуть-чуть, во-первых, это не будет мешать вязанию, во-вторых, это не будет мешать телу. Универсальный клей-кристалл, прозрачный клей, он эластичный, он вполне может использоваться для этих целей. Может использоваться лак, но при стирке вещей, честно говоря, не знаю, как поведет себя лак. Если он с ногтей облезает, может и здесь облезет. Не могу сказать. Клей-момент не облезает ни при стирке, ни при какой-то другой обработке, поэтому он в данном случае, мне кажется, более уместен. Ждем какое-то время. Клей должен засохнуть. И только после этого мы можем с вами эти хвостики обрезать. Обрезаем хвосты, нитка тянется. Потом, после того, как мы с вами изделие сшиваем, у нас, естественно, остается боковой шов. И в этот боковой шов мы убираем хвостики от ниток. Все закреплено, никуда не уедет, уже не развяжется. И сейчас я немножко подожду, попробую этот узелок разрезать через какое-то время, потому что 10 минут на склеивание. И после того, как мы убедимся, что все склеилось, можно будет убрать в шов. Буквально несколько протяжек. Самое главное, не отрезать под корень. Убрали. Резинка кусаться не будет. Она не жесткая, она очень мягкая, нежная. Самое главное, чтобы ее не видно было с лицевой стороны. То, что клей держит резиновую нитку, видно по вот этому образцу. Я склеила три ниточки, и видите, они держатся. Вот. Их, при том, что я подержала буквально минутку, вот, они уже склеены, их уже просто так не разорвать. Когда клей совсем схватится, это будет держаться надолго, навечно. И если вам понравилось это видео, если оно было вам полезно, пожалуйста, нажимайте «Нравится», делитесь с друзьями, подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. Обязательно приходите на наши бесплатные вязальные посиделки по вторникам и четвергам. И ждем вас в нашей школе машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинке с нуля. Ваша Наталья Некрасова.